Завод Кикуни способен производить 2,5 миллиона банок соков и пюре в месяц. Сюда поставляют свою продукцию фермеры со всего Дагестана. Здесь установлено самое современное европейское оборудование. Но модернизация обошлась предприятию слишком дорого. Это и послужило причиной его банкротства. К сожалению, на сегодняшний день Кикунинский консервный завод находится в процедуре банкротства. И, на мой взгляд, крайне важно сохранить это предприятие, которое является на самом деле и брендом, как я уже сказал. Для нас Кикунинский консервный комбинат очень важен. Власти Дагестана намерены спасти предприятие. Планируется выработать комплекс мер, направленный на финансовое оздоровление консервного завода. Оборудование здесь находится в хорошем состоянии, а весь технологический процесс можно запустить в течение нескольких дней. Есть технологические процессы от приемки, например, абрикос и выпуска конечных продуктов. Все находятся в рабочем состоянии. Сейчас, прежде всего, мы будем искать правовой механизм запуска данного предприятия. Мы будем разговаривать с руководством Росерхозбанка, региональным отделением нашей республики. Мы будем разговаривать и с нашими финансовыми структурами другими и посмотрим, как будем запускать его в производство. Раньше в горах работало около 10 перерабатывающих предприятий. Теперь основным является только Кикунинский завод. Если правительству удастся его спасти, продукция продолжит поступать на рынки России. И, возможно, соки и пюре будут выпускать в качестве детского питания, поставляться в школы и детсады. Наталья Ханбабаева, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Гиргебельский район.